Давайте поговорим о пользе женьшеня. Недавно мне задавали о нём вопросы. Что такое женьшень? Я о нём слышал, но не знаю, для чего он. Женьшень людям известен уже давно, где-то 2000 лет. И он используется в основном в китайской медицине. Это сильное тонизирующее средство. Он придаёт организму жизненных сил. Он особенно полезен мужчинам после 50 и женщинам в период менопаузы. Многим плюсам, о которых я расскажу, женьшень обязан одному фитонутриенту. Это растительное химическое соединение — гензинозид. Есть очень много исследований о его влиянии на разные вещи. Плюсов от приёма женьшеня много. Основные — повышение жизненного тонуса, улучшение памяти. Он делает вас более энергичными, регулирует инсулин и сахар в крови, а это поможет устранить много сопутствующих проблем. Женьшень помогает быть бодрым и внимательным, но при этом спокойным. Также сообщается, что он помогает с тестостероном, а это очень хорошо, особенно если человеку уже за 50. Под видео я дам ссылки на исследования. Некоторые из них изучали воздействие этого фитонутриента на мозг и обнаружили его антиамилоидные свойства. И это очень круто. Может, вы уже знаете, что антиамилоидные бляшки появляются у пациентов с Альцгеймером. Это серьёзная проблема. Очень сложно найти натуральное средство для борьбы с антиамилоидными бляшками. Ещё есть блестящее исследование о том, что гензинозид помогает при аритмиях. Он помогает при мерцательной аритмии, нарушенном сердцебиении и других проблемах с сердцем. Ещё одно исследование утверждает, что он поддерживает гиппокамп. Это структура в головном мозге, служащая чем-то вроде реле для воспоминаний и пространственной памяти. Он помогает ориентироваться в пространстве и времени. Есть достоверные данные, что гензинозид смягчает депрессию. Вероятно, это и добавляет энергии и бодрости. Отсюда и поддержка когнитивных функций. Кое-какие составляющие женьшеня действуют как стероиды, а все половые гормоны — стероиды. Вот и всё. Спасибо за просмотр и до новых встреч.